Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео мы с вами разберем бесплатную тему для WordPress, которая поддерживает блочную верстку от шапки до подвала всех новшеств самого WordPress Gutenberg. Это видео в продолжении моего базового бесплатного курса по WordPress для закрепления информации, чтобы у вас было полное понимание, как работать с новым Gutenberg в WordPress и со сторонними темами других разработчиков, которые поддерживают блочную верстку. Если вы не смотрели базовый курс по WordPress, то обязательно сначала посмотрите его, а только после переходите к этому видео. Давайте продолжим. Итак, давайте взглянем на бесплатную тему сторонних разработчиков, которая поддерживает блочную верстку Gutenberg, и которую мы будем разбирать в этом видео. Переходим в репозиторий. Это мой тестовый сайт. Внешний вид темы. Выбираем «Добавить» и сортируем темы по темы на основе блоков. Это продолжение базового бесплатного курса для закрепления информации, чтобы у вас было полное понимание, как темы искать и как они подходят, и какие могут быть дополнительные возможности. В рамках бесплатного курса мы с вами делали на бесплатной родной теме WordPress. Это 2023, вот эта тема, да? И сейчас мы посмотрим стороннюю разработку. Здесь мы с вами уже были. Я хочу показать, что я выбрал для дальнейшего разбирательства. То есть мы, по сути, можем любую брать тему отсюда бесплатно для своего сайта. Они многие могут быть интересны, сразу, к которым вам что-то может тут подойти. Сейчас я покажу, что я выбрал и почему я остановился на этом решении. Тема называется «Apple Blocks». Вот она здесь. Давайте посмотрим на нее. Чем она меня заинтересовала? Во-первых, сейчас вы видите демонстрацию. Что вы видите? Вы видите анимацию. Вы видите скошенные блоки. Вот страница разработчика данной темы. Все ссылки я оставлю на своем сайте fedorvasiliv.com в соответствующей статье. Если вы это видео смотрите с какой-то площадки типа YouTube, то ссылка будет на мой сайт в описании под видео. Здесь можно подробно посмотреть, что входит в данную тему, чем она отличается. Тема полностью бесплатна от этого разработчика. Разработчик также предоставляет и плагин. Сейчас мы посмотрим, как это все работает. Я, естественно, эту тему уже разобрал. Вот сейчас другой демо-сайт, где я ее пробовал. Менял цвета и смотрел, как это все взаимодействует. Чуть позже мы будем смотреть на ее отличия от родной темы 2023. В общем, я ее взял в разработку, так как здесь, скорее всего, есть дополнения, которые относятся к Gutenberg, к блочному созданию сайта. Чтобы дополнить Gutenberg полезными возможностями, которые могут, скажем так, не хватают. Мы в процессе бесплатного курса с вами поняли, что нам может не хватать. Даже анимация, скажем так, которая привлекает взгляд, она тоже интересна. Просто так ее в Gutenberg нет. Она у нас есть в дополнительном теме. Итак, значит, начнем сверху. Здесь есть дополнительные изменения, отличающиеся от темы 2023. Это вот при наведении, скажем, вы видите, подчеркивается. То есть, немножко есть новые изменения в меню, небольшой эффект при наведении. Отличается немножко под меню. И если мы посмотрим на предпросмотр мобильной версии, то у нас с вами отличается дизайн выпадающего меню из гамбургера, отличающийся от Gutenberg встроенного 2023 темы. Дальше. Сразу вы видите скошенные блоки, причем там разные разновидности можем делать. Добавление тени под блоки, добавление тени под любой текст. Видно, что здесь есть тень. Понятно, что анимация. Здесь мы тоже видим скошенные блоки. Давайте я обновлю, чтобы вы увидели, что это все заанимировано. Ну, то есть, тут уже ниже идет по аналогии. Дальше. Блоки внахлест. Вот здесь вот видно идут. Здесь это видно. Здесь тот же эффект анимации скошенные блоки. И то, что сейчас на первый взгляд не видно, это возможность прятать блоки на устройствах. То есть, на компьютер, на планшет, на мобильных устройствах. То, что не хватает родному Gutenberg. Какой-то блок скрыть на каком-то из устройств. И здесь наглядно уже я это проделал. Скажем, вот этот блок смотрится некорректно на мобильном устройстве. Его мне нужно скрыть. Но информацию в уменьшенном виде, чтобы шрифт был меньше, отображался таки на мобильном устройстве. Через имитацию мобильного устройства мы можем посмотреть, что того блока нет. Но здесь есть другой блок с уменьшенным текстом. Это был эксперимент. Как раз я проверил, что с этой темой у нас это работает. Недостаток. Всего два шрифта встроенных в эту тему. Скажем, 2023. 2023, хотя она прям сильно меньше по возможностям, чем эта тема, именно Gutenberg с этой темой 2023. Но шрифтов там побольше встроенных. Но здесь, конечно, нам ничего не мешает найти плагин, чтобы загрузить свой собственный шрифт, отдельный плагин использовать. Я уверен, что на WordPress таких полно. Но я хочу все минимизировать, чтобы минимально использовать плагины, чтобы не нарушить легкость сайта. Как раз таки с этой темой, я думаю, что сайт будет легок, несмотря на добавление новых возможностей внедрения в сам Gutenberg. И позже мы еще также рассмотрим плагин, который есть от этого разработчика. В чем разница и как его использовать, для каких тем его использовать. Если вы смотрели базовый бесплатный курс по WordPress, вы помните, вот здесь мы использовали вот эти блоки. Вот этот тот самый сайт, тестовый сайт, где мы все пробовали. Смотрели всю эту блочную верстку от шапки до подвала. Прямо на этом же сайте, на демо-сайте сейчас и будем устанавливать вот эту тему. Как я уже сказал, чтобы вы не искали в репозитории, если вам неохота искать, я ссылку на эту тему, на разработчика, оставлю в статье. Итак, прямо отсюда я устанавливаю тему. Далее я ее активирую. Мы видим с вами, что эта тема стала активна. Apple Blocks 2023 мы оставим пока что, потому что в конце видео будем кое-что проверять. Нам разработчик вот здесь вот предлагает установить плагин бесплатный, который расширяет Gutenberg. Но на самом деле, используя тему Apple Blocks, у нас уже есть этот функционал, который дублируется в плагине. Зачем нужен этот плагин? Позже, как я сказал, уже посмотрим. Просто пускай это уведомление здесь висит. Не будем пока нажимать на кнопку Install и Activate. Apple Blocks. Как только я установил, пройдем на фронтальную часть сайта с главной страницы, если я обновлюсь. Пока что я вижу наработки. Шапка, подвалы изменились. Анимация вот эта при наведении менюшек уже работает. Подвал поменялся. Но здесь наработки наши. Что касаемо демо данных. Если вы выводили блок, вот скажем, у меня в блоге, видите, где блок? У меня, я же вот это ничего не делал. Вот видите, демо. Это демо-контент перед вами сейчас. Он нам нужен, чтобы мы быстрее поняли, как здесь все работает, поменяли текст на свой, какие-то блоки убрали. И так понимание придет быстрее, нежели мы будем с нуля все это делать. Контакты. Страница пустая у нас была с вами. Вот. Теперь первое, что делаем, мы главную. Нам нужно назначить главную вот под этот основной демо-контент, вот этот вот лендинг. Но пока у нас он выводится на блоге. Поэтому мы с вами переходим, переопределим сейчас настройки чтения. Смотрим вот сюда. То есть получается здесь страница записи. Пускай будут контакты. Сохранюсь. А вот здесь пока переопределю блок. Главная страница, что это блок. Потом уже в дальнейшем странички названия можете поменять, чтобы здесь вам не путаться. Если это у вас не сработает, как у меня сейчас вот не сработало, хотя на другом сайте у меня это сработало, то ничего страшного нет. Вы, если действуете по такому же сценарию, и у вас, как у меня, ну просто потом зайдете в шапку сайта, менюшки поменяете местами, блок переназначите на главную, чтобы демо-контент был под главный. Потом создадите страницу с блогом, если вы блок будете вести на другой странице, и переназначите уже здесь. Будем отталкиваться от того, что вот у нас, допустим, вот эта главная страница. Самое главное, что не надо ничего устанавливать, демо-контент у нас уже есть. И начнем смотреть сразу с контентной части. Шапку мы не будем смотреть, потому что там настроек особо я никаких не увидел. Вот эта анимация, она встроенная. Вот этот эффект, когда появляется такая линия под менюшкой. Ничего там интересного для обсуждения я не нашел. Как посмотреть вообще, что нового, где управлять этой анимацией, скошенными блоками. самое интересное, сейчас мы с вами посмотрим. Но сначала внешний вид. Что получается? Видим дополнительную ссылку Apple Blocks. Перейдем сюда. Это просто информационная страница на английском языке с разными ссылками. Ссылки нам дают перейти на страницу WordPress на плагин бесплатный, который расширяет возможности Гутенберг. Позже про него поговорим. Следующая ссылка – это форум, саппорт, то есть поддержка разработчика, где есть всего два вопроса и ответов на них нет. Разработчик почему-то не отвечает. И другая информация. Рейтинг там и так далее. То есть никакую ценность особо эта страница для нас не несет. Здесь мы переходим в редактор. Если вы смотрели базовый бесплатный курс, а я настоятельно рекомендую вам посмотреть, потому что сейчас, если вы смотрите впервые, как работать с блочными темами, то, возможно, для вас будет слишком много вопросов. Если вы базовый курс посмотрите, а потом посмотрите вот это видео, вам будет гораздо проще. Потому что в некоторых моментах я не буду подробно останавливаться, так как это было рассмотрено в базовом бесплатном курсе по WordPress. Сначала давайте посмотрим шаблоны, управление всеми шаблонами. Смотрим вот сюда, что все шаблоны, естественно, от Apple Blocks. Их все, по идее, нужно будет настраивать, опять же, смотря, что вы будете использовать. Если это только лендинг, тогда достаточно настроить одну страницу. Ту же самую демо, которую мы сейчас с вами видели. Если это блог, значит страницу блога. Если поиск, поиск, страницу ошибки 404, конечно же, нужно настраивать в любом случае, потому что она совсем не имеет демо-контента. Одиночную запись и все, все, что вы будете использовать, это все нужно настраивать, смотря от того, что вы будете использовать. Мы с вами разберем демо-контент, новые вот эти плюшки в Gutenberg, и дальше, я думаю, вы уже сможете двигаться самостоятельно. Здесь достаточно интересно есть виды анимации. Настраиваем мы с вами главную страницу. Вот здесь у нас главная страница, нажимаем на нее, видим наш демо-контент, кликаем по карандашку или в центр сайта, и сразу давайте я вам покажу паттерны. Вот здесь вот видите, появляется Apple Blocks. Если мы сюда нажмем, посмотреть все паттерны, чтобы вы понимали, готовые блоки от этого шаблона, это очень хорошо есть. Мы можем вытянуть любой блок на любую другую страницу, где нам этот блок будет нужен. То есть практически все то же самое, что используется на главной в демо-контенте, здесь уже есть. Ну тут есть вот и мои наработки, и есть готовые паттерны. В блоках каких-то дополнительных от этого шаблона здесь я не обнаружил. Именно отдельных блоков или виджетов по-другому. Итак, смотрим с вами. Выделяем основной, задний, первый блок, вот где сзади картиночка. Я на нее нажимаю, нажимаем вот сюда, чтобы мы сразу видели структуру. Обложка. Это блок, который идет в родном Гутенберге WordPress. Это не от этого шаблона. Он просто здесь используется. Сразу нажимаю заменить и загрузить с компьютера сразу сюда фотографию на замену этой. Итак, выбираю с компьютера изображение на задний план. Вы видите, вот сзади поместилась картинка с тиграми. И, соответственно, расположение вот этим кругляшом. Это понятно. Обложку мы не будем с вами разбирать. Это встроенный в Гутенберг. Мы разбираем именно эту тему и ее особенности. Мы видим с вами скошенный блок и где находятся все эти настройки. То есть любой блок, вот мышкой просто, видите, рамка помечается, я его выделяю. Вот эти настройки я сверну. И все, что вы видите на английском языке, где начинается Apple. Вот они, все эти опции. Это и есть все возможности, добавленные здесь к нашему Гутенбергу, который мы можем использовать. Вот все, что здесь есть, практически вам будет доступно к любому блоку, который вы хотите как-то с ним взаимодействовать. Текст, группа, блок, типа обложка или любой другой элемент текст или любой другой элемент из Гутенберга, который встроен и родной. Все эти элементы будут здесь находиться. И сейчас мы будем их с вами рассматривать по порядку. Раскрываем настройки. И это самое интересное, то есть это анимационные эффекты. Здесь достаточно много. Вот они все. Любой выбираем и сразу смотрим. Например, Blur это размытие. Вот смотрите, мы сразу видим, это именно анимирую я та, которая картинка с тиграми. То, что сейчас скос пропал, не обращайте внимания, это только в режиме редактирования. На сайте скос останется. Здесь просто смотрите, какая анимация вам больше нравится. И хотите ли вы этот блок вообще заанимировать. Причем анимируется внутри него вот этот, видите еще, если я его выделю, то есть раскрою обложку, колонки. Если я выделю, у нас есть две колонки. Одна пустая вот здесь, другая заполнена цветом и тоже имеет скос. И внутри имеет еще два плагина текста. Мы это в структуре можем видеть. Колонка, колонка 2. Колонка 2 рамкой помечается пустая. То есть вот здесь контент. Раскрываем по галочке. Видим еще группа. Если я кликаю здесь по группе, она выделяется рамкой. Это вот эта синяя замыленная часть с текстом. По стрелке раскрываем. Интервал, пустая область, чтобы был отступ. Интервал, естественно, это гутенберговский родной блок. Это, соответственно, родной блок. Это просто текст. Это текст второй. И снизу интервал. Вот и все. Сразу же можно поменять. Чтобы вы понимали, что здесь все можно менять. Нижний текст тоже поменяем. Вот я текст поменял. И сразу перейдем в стили. Сразу зайдем в типографика. Семейство шрифтов. И вы убедитесь, что всего два шрифта встроенных. Это, конечно, недостаток данной темы Apple Blocks. В 2023 их гораздо больше. Но можно ли отнести это к недостатку? Если нам все равно нужно будет загружать свой собственный шрифт, то, скорее всего, это будет какой-то сторонний плагин. И, соответственно, и 2023, и Apple Blocks имеют общий недостаток. Что нет возможности загрузить свой шрифт. Это было бы очень кстати, если бы это было в Гутенберге. Я думаю, что это ненадолго. И Гутенберг потом будет включать в себя такую возможность. Он постоянно развивается. Это все будет. Но мы возвращаемся. Давайте выделяю я основной блок. Именно обложка. Вот она здесь и подсвечивается. Анимация. Мы с вами на этом остановились. Ниже это добавление тонкой связи с анимацией выше, которую мы здесь. Можете просто выбирать разную, смотреть, как работает с анимацией. Честно говоря, особо эффектов я сильно визуально не заметил. Дальше. Дурейшн это продолжительность анимации в миллисекундах. Вы можете задать. Делэй это задержка анимации. То есть вот сайт загрузился, как скоро анимация проявится. Она может гораздо позже появиться. И кнопка сбросить удобно под умолчанию можно настроить. Вот они настройки анимации. Мы сворачиваем вкладку и движемся дальше. Дальше. Apple transforms. Интересны возможности, где есть разные подзаголовки. Здесь просто нужно понимать английский, чтобы понять, что нижние две опции за что отвечают. Я тоже английский знаю не очень хорошо, воспользуюсь переводчиком и просто переведу это слово. Масштаб. Значит у нас с вами это как-то влияет на масштаб. Смотрим. Просто произвольно увеличить, уменьшить картинку. Нижний ползунок мы не видим. Давайте сохранимся. Пойду я на фронтальную часть сайта. То есть эта картинка работает при наведении мыши. То есть первый у нас вот этот момент вы видели уменьшилась картинка. Даже здесь в режиме редактирования вы видите работает мышь при наведении картинка будет увеличиваться. Это все дополнительные возможности темы Apple Blocks. Если я здесь брошу, то у нас просто будет картинка слушается она вот этих настроек. И мышка уже никак не взаимодействует. Если я обновлюсь, мы с вами посмотрим. Вот я мышь навожу. Допустим просто надо уменьшить картинку. Все. Дальше уже по аналогии. Rotate я уже и так знаю это поворот. Соответственно Rotate она будет просто повернута в любую сторону. Но если взаимодействовать с мышью, то мы нижний ползунок двигаем. И видите при наведении она крутится. Насколько и куда будет крутиться вы этим ползунками управляете. Дальше идет Rotate X. То есть эта картинка будет движется по X. Вот она видите как крутится. я тоже здесь брошу. Rotate по Y. И дальше тоже есть разные настройки. Видите вот так допустим движется. И остальные оставшиеся потестите. Посмотрите как это выглядит. Посмотрим с вами следующие настройки данной темы. Настройки Blur. Blur это размытие. Размываем картинку. настолько насколько нам это нужно. В разных плоскостях. Вот она сильно. А вот этим ползунком при наведении мыши ничего не происходит. При наведении мыши у нас вы видите что происходит. Картинка как бы проявляется. Сбрасываю и другие тонкие настройки. Например это менять тон картинки. Вот видите она светлая при наведении мыши. Мышь убираю она темнеет. Все дальше опять же я не думаю что есть смысл повторять. поняли принцип. Просто пробуйте разные здесь вариации настройок. То что нравится используем. Следующее Shadow Apple Shadow это тень. Ну у нас уже есть какая-то тень по умолчанию здесь. И опять же тень размытие тени. Мы это посмотрим на примере текста. Здесь почему-то на картинке я уже вижу тень она по идее должна быть под ней. И цвет тени. Можно хоть красную сделать тень. Но здесь сейчас как я сказал мы ее не видим у конкретного блока. Дальше Apple Pool это на самом деле смещение нижний контент видите наезжает. Это как раз тот эффект когда у нас наложение блок на блок где используется вот эта часть вот она как раз здесь так и используется поиграетесь посмотрите дальше Polygon Mask тут уже интересные пошли опции одно из самых интересных на мой взгляд выбираем маску давайте с самого верха начнем изменений вроде нет но за ползунок потянем видите что происходит с картинкой и вот этот переключатель дает в процентах немножко другой эффект вот я нажимаю разница в чем может быть соответственно вы здесь смотрите какой вариант для картинки и играя с ползуночком вам больше всего понравится здесь есть достаточно интересные варианты я многие из них смотрел есть даже какая-то некая клякса сейчас я попробую здесь отыскать в любом случае не хочу тратить много на это время потому что здесь вам и так будет понятно вот например тот же самый скос блоков который мы с вами наблюдали вот я это отключу понятно что здесь можете поиграться apple image mask мы можем здесь задать первый вариант куб а ну это здесь то есть получается здесь вот есть еще вот такие вариации смотрите достаточно интересные и здесь есть возможность загрузить свою картинку сейчас мы с вами посмотрим вот то что я хотел посмотреть следующая size размер вмещение то есть контейнер cover заполнение custom произвольно то есть можно сделать по ширине по высоте по x и y повторять не повторять картиночку маски положение points то есть top сверху button это снизу но это относится скорее всего если будет картинка маской работать то есть смотрите вот здесь выбираем custom то есть произвольное как только мы это выбираем появляется поле для ввода изображения которое будет являться маской я нажимаю на на картинку на место где должна быть картинка открывается медиа менеджер и давайте я загружу эффект наверное будет когда есть картинка типа фигуры не знаю получится просто с изображением маски то есть здесь мы не видим давайте попробуем загрузить картинку в png мой логотип вот здесь это видно то есть смотрите через логотип я вижу что проглядывает тигры и вот здесь вот как раз маску я двигаю маска по центру маска чуть ниже маска сверху default повторять не повторять в общем здесь надо посидеть посмотреть можно сделать картинку маской или воспользоваться одним из прекрасных вариантов здесь я нон выставлю то есть не выставлять маску думаю здесь разберетесь дальше apple general style то есть главные настройки shadow это тень выключена smell это маленькая medium чуть больше мы видим тень становится под картинка более явная large более такая мощная получается background здесь опять же background это заливка есть 10 вариантов не вижу изменений возможно это будет работать когда будет заливка цветом вместо картинки duration продолжительность z-index это слой то есть по идее мы можем управлять слоями если допустим слой слой под слоем чтобы слой был выше или ниже другого слоя в данном моменте здесь это нам не нужно и самое интересное это mobile то что я говорил как раз находится вот в этих опциях одно из самых важных mobile setting то есть настройки для мобильных устройств то есть есть переключатели remove polygon mask on mobile то есть скрыть если переключатель скрываем скрыть маску если мы ее используем на мобильном устройстве для этого блока для этой картинки и remove image mask on mobile то есть скрыть маску именно если мы используем картинку маски которую я сейчас показывал вам в виде своего логотипа чтобы на мобилке было скрыто можно использовать но еще самое важное это ниже height settings и у нас по умолчанию стоит no height то есть не скрыто то есть значит этот блок будет как вот он есть со всеми эффектами анимациями скосами на мобилке виден и здесь можно выбрать вот этот height это скрыть desktop и table на компьютере вот видите блок скрылся и на планшете скрылся а на мобилке он будет виден верхний блок вот смотрите сохранимся вот компьютерная версия обновляем блока нет блок начинается со второго блока вы видите но если я сделаю просмотр через имитацию мобильного устройства вы увидите что блок он есть на мобилке вот он с тиграми он на мобилке есть на планшете он скрыт и на компьютере он тоже скрыт и если мы выберем height mobile тогда здесь он будет появляться на планшете он будет появляться но этот блок будет скрыт на мобильном устройстве еще раз это посмотрим обновляюсь на мобилке видим этого блока с тиграми нет на планшете он появляется вы это видите и на компьютере он тоже есть скос я кстати убрал вы видите картинка обложка видите без скоса вот эта группа с текстом она тоже скос имеет скос можно вернуть к картинке с тиграми теперь давайте проведем эксперимент по поводу скрытия на мобилке я хочу добавить вот тут плюсик я вижу прямо под основным слайдером нажимаем плюс открывается посмотреть все блоки пускай это будет ну то есть группа находим вот она группа нажимаем здесь появляется эта группа выбираем колонки пускай это одна колонка и вот этот блок верхний я его дублирую и переношу зажимая мышкой вот эти точки и переношу его сюда вот он у нас помещается да у меня почему-то не поместился он вот сюда я добавлял блок о вот сейчас получилось давайте еще раз я помещаю именно в новую группу давайте раскроем структуру убедимся что все вот переместилось вот это новая группа между верхним блоком с тиграми и вторым блоком вот этим да зачем я это делаю смотрите на мобилке устройство маленькое сзади смысла нет картинку с тиграми показывать только лишняя нагрузка на страницу то есть страница загружается лучше минимизировать ее на мобилке версия должна быть меньше весит должна меньше быстрее загружаться потому что более 60% людей заходят со смартфонов и сайт должен грузиться там на 3G интернете у многих еще достаточно шустро чтобы человек не ушел с нашего сайта это вопрос об этом как раз и о том что допустим текст у вас слишком некрасиво смотрится вот этот скажем текст на мобилке вы видели вот этот wordpress делится на вторую строчку некрасиво как раз мы воспользуемся новыми возможностями скрытия элементов на компьютере или мобилке от темы apple blocks и на примере этого блока я делаю дубликат чтобы верхний весь блок скрыть на мобилке но контент нам нужен но тигры не нужны так поэтому вот этот контент будет смотреться на мобилке но скрыт на компьютере то есть пойдем таким путем как это делается в каком-то мощном конструкторе типа элементов здесь теперь у нас есть эта возможность то есть верхний блок я выделяю иду в последние настройки apple general в самый низ и скрываю этот блок он у нас уже скрыт hide in mobile все на мобилке он не будет показываться вот этот блок на мобилке будет показываться вместо этого блока с тиграми но здесь надо поработать то есть вы текст допустим слишком большой для мобилки заходим в стиле и просто можем такой размер сделать какой нам нужен прям буквально вот двигая ползунок или просто сразу по буквам школу Федорова выделяю текст захожу в стиле делаю тоже меньше допустим вот так мне устраивает потом обратите внимание чтобы вы сразу понимали что здесь тень тень у текста она симпатично смотрится если хотите поменять ее там то вы смотрите шаду вот она шаду вкладка и вы сразу увидите здесь уже стоят параметры 3, 3, 3 то есть блур размытия по игреку по иксу есть тень вдруг захотите манипулировать вы видите тень уезжает по иксу по игреку вниз будет уезжать тень то есть или вообще ее отключить вот вы знаете что здесь то есть все что мы прошли вот эти все настройки они будут касаться и работать практически к любому элементу который бы вы здесь не брали или какой вы отсюда не добавляли бы блок все это доступно для вас в этой теме дальше возвращаемся то есть мы подготовили блок для мобильной версии я выделяю всю группу чтобы она вся была выделена заходим в генерал главные настройки и скрываем уже здесь его для планшета и компьютерной версии вы видите сохраняемся и проверяем для компьютерной версии работает компьютерный блок с красивой картинкой большим текстом смотрим имитацию мобильного устройства для планшета все работает как и должно быть на мобильном устройстве мобильная версия сайта без тигров с уменьшенным текстом чтобы в одну строчку и красиво смотрелся вы поняли что вы можете мобилку и для других блоков подготовить чисто мобильную версию на основе чисто Гутенберга и чуть-чуть небольших опций которые не нагружают наш сайт и сохраняют легкость сайта это уже можно будет сделать это понятно движемся дальше дальше уже мы в принципе рассмотрели все основные настройки дополнительные мы просто пробегаемся вниз чтобы как-то закрепить информацию хотя я думаю многие из вас уже смогут действовать с этой минуты самостоятельно то есть допустим выделяем текст мне чтобы не писать 10 раз одно и то же вы просто понимаете да смотрите просто текст меняется на свой добавить анимацию тень все уже сможете сами текст какой-то я менять не буду просто экономия время ваше следующий блок то есть если я выделяю вот по синей части кликаю вы что-то понимали как это в структуре я думаю вы уже и так понимаете видите подсвечивается и синий есть стрелочка значит в группе есть элементы видим текст видим абзац все выделяете просто мышкой меняете текст на свой что касается группы кликаю по группе перехожу в стиль вот он видите фон вот он текст фон сразу смотрите видите все меняется следующий я выделяю блок стиль беру прям специально яркие цвета чтобы вы понимали что все меняется легко под себя настраивается здесь давайте поставим вот такой возвращаюсь вот к этой группе теперь по поводу скоса раскрываем apple polygon mask видим 8 сдвинут ползунок и right вот пожалуйста стрелка left влево или любой другой элемент здесь или его так он был right его степень двигайте то есть тут не вопрос думаю это вы уже сможете сделать но все же я еще покажу у нас есть тут три элемента а что надо если две или четыре мы находим куда относятся вот эти три вот если я кликаю выделяю только этот блок смотрим в структуре нажимаю вот видите колонка все внутри нее прям выделяю мышкой колонка смотрим в правую часть видим столбцы три делайте сколько угодно два четыре вот делаю четыре видим появляется новое место для блока просто беру какой-то блок чтобы быстро его сделать вот здесь вот нажимаем по точкам дублировать он тут появляется вот за эти точки зажимаю левой кнопкой мыши переношу сюда в эту область отпускаю мышь выделяю еще раз блок стиле и все дальше уже просто вот вы видите все меняется у нас четыре блока дальше понятное дело что текст уже меняется не вопрос сзади картинка заменить загрузить выбираю с компьютера какую-то картиночку вот сова у меня поместилась расположение все дальше текст меняется здесь уже элементарно здесь тоже остальной текст все вы видите у меня все меняется вы тоже поменяете вот этот блок картинку выделяем обложка это у нас заменить меняйте на свое следующую картинку выделяете это тоже видим в структуре это обложка заменить меняйте на свое здесь понятно ниже блок идентичный ниже блок выделяем но то тоже мы видим это группа вы видите что здесь оттенок вот это все меняется соответственно текст элементарно вот и это тоже все поменяете выделяем просто картинку смотрим в структуре Это идет галерея, видим все изображения, я по ним кликаю, вот они подсвечиваются. То есть просто меняете, открыть библиотеку, ну я не знаю, любую картиночку. Вот вы видите, также по аналогии меняется и дальше. Если вы, конечно, в таком виде хотите, но я думаю, что и поменять тут тоже можно. Все аналогично, ниже также меняется, вот это у нас тоже, это просто текст, тень, все, можно анимацию, все можно добавить. Дальше это кнопка, следующий у нас блок, вот это идет, это обложка, там есть текст в обложке, ниже это идет абзац, меняется элементарно. Здесь блок WordPress, причем смотрим, у нас на компьютере, давайте посмотрим, симпатичная обложка, здесь видите, возможность есть зафиксировать картинку, но это на самом деле возможность. То есть при прокрутке, видите, она фиксирована сзади, вот эта картинка. Это на самом деле возможности, встроенные в Gutenberg, то есть это просто вот выделяю обложка, вот здесь это фиксированное изображение выделяется. И все сверху просто в обложку вложена группа с текстом, два вида текста и кнопка. Здесь, допустим, там купить, вот я поменял текст, жирность, вот если я перейду в стиле в эту кнопку, вот цвет оранжевый, допустим, вот скругленные углы для кнопочки, внутренние отступы. Причем можно отступы добавить только лишь, мы с вами это уже проходили, вертикально или горизонтально, то есть здесь пускай будет вот так, а здесь кнопочка там побольше. Размер текста, допустим, хочу кнопку там, ну это слишком большая, что-то типа вот такого. Ну да, кнопка некрасиво смотрится, давайте я еще раз сделаю ее поменьше. Все, изменения внесли, обновимся. Вот анимация, причем там разные виды можно сделать анимации, вы уже поняли как это делается. Кнопка купить, остается у нас подвал, а, кстати, и внизу еще копирайты от темы. Первое, что вы подумаете, что тема бесплатная и вот это, скорее всего, отключить, убрать нельзя. На самом деле все убирается. Здесь, если я выделю мышкой кликну, это у нас сквозной элемент, он подсвечивается фиолетовым, видим это футер. Мы можем зайти в изменить, и мы тогда попадем в шаблон футера. Вы знаете, мы как с этим работать в базовом курсе, я показывал, как это делается. Что здесь? Заходим, еще раз нажимаем мышкой, и просто нижняя группа, вот я ее выделяю с копирайтами, либо туда помещаете свой текст, здесь все можно менять и убирать, либо я вообще всю группу удалю отсюда, вот так, чтобы ее вообще не было. И сохранюсь. Сразу по футеру, если выделяем всю группу, вот эту, то в стилях видим заливка темная, именно задний фон, вот он меняется полностью. Дальше здесь все то же самое, это у нас название сайта, дальше идет обложка, меняете аналогично, дальше это у нас идут список с элементами, меняете на своей колонке, все это можно добавить, поменять. Это текст, это абзац, вот здесь мы видим абзац, меняете на свое, и социальные кнопки мы с вами проходили, как их добавлять, как менять. Все, сохранить, и еще момент, если возможно, вы, может быть, не смотрели базовый курс, сзади общий тон, некий такой голубой, просматривается на всем сайте. Для тех, кто не смотрел, как его заменить. Общий тон. Здесь я кликаю по своему, по сути, логотипу, но если вы фавиконку не ставили, у вас здесь будет значок WordPress. Я по нему нажимаю, чтобы назад выйти, назад, и можно перейти, это у нас все части сайта, давайте я перейду в шаблоны, в нашу главную. Вернемся, зайдем в главную. Вот здесь наверху у нас есть иконка стилей, которая глобальна, и вот здесь вот цвета, то есть глобальна для всего сайта, разные элементы. Цвета, и вот он фон, вы просто, ну для примера, я сделаю, вон видите, все, общая заливка темно-темно-синим. Понятное дело, вот она меняется, хоть зеленый все сделаете, хоть каким цветом, вот, все заливается, общая заливка цвета. Вот так это меняется. В принципе, я думаю, что из уже этого момента, начиная с этого момента, вы уже сможете настроить тему. Давайте я обновлюсь. Вы видите, подвал поменялся, копирайты скрылись. Очень-очень круто, я скажу. Представьте, это все бесплатно, реально бесплатно, и не надо даже... Понятно, что это простой сайт, сложный сайт, только элементром мы сделаем, допустим. Но для многих хватит и этих опций, чтобы иметь простой сайт и абсолютно бесплатно. Что касается других страниц, именно заготовить шаблоны, макеты, это вы сможете уже сделать, исходя из базового курса, который вы, надеюсь, смотрели. Все же я покажу, вот, несуществующая страница искусственно вызовем, должна отрабатываться ошибка, обязательно должно быть написано, страница не найдена. Но если мы используем этот шаблон, и кто-то или мы попадет на несуществующий адрес, любые вы напишите цифры в адресной строке, которые страниц у вас не существует, и нажмите Enter. Вы увидите шапку и подвал, и больше ничего. Это неправильно. И вам в любом случае еще одну страницу 404 нужно оформить. Даже если это лендинг, чтобы человек не попадал вот на такую непонятную страницу. Давайте быстренько ее и оформим для закрепления информации. То есть это все шаблоны. Переходим, видим, вот она 404, она просто не оформлена от этого шаблона. Нажимаем 404, заходим, и просто элементарно хотя бы кинуть текст. Вот я навожу мышь, в центр появляется плюс, чтобы прямо сюда добавить. Заголовок ищем. Так, почему-то он меня не находит. Давайте посмотрим все блоки. Вот он, заголовок. Нажимаю заголовок. Можете что угодно написать. Я напишу просто 404. Сделаем это по центру. Здесь я вернусь, кликнув на эту иконку, чтобы перейти в стиле конкретного текста. Пускай текст будет там побольше. 404. И сразу воспользуемся анимацией. Здесь есть интересная анимация. Например, блур. Вот этот вот текст блур. Смотрите, как он симпатично появляется. Вот так его оставим. А ниже, ниже добавим кнопку. Обязательно переход на главную, чтобы с этой ошибки человек не ушел и была возможность быстро прийти на главную страницу. Пишем кнопку. Почему-то не находит. Вообще, кнопки должны находиться быстро очень. Переходим в блоки. Вот здесь он находит кнопки. Перетаскиваем. Текст пишу на главную, пускай будет жирным и пускай будет по центру. Ну и в стилях я немножко скруглю ее и сделаю, ну пускай будет побольше. Ну и ссылку, самое важное. Ищем главную страницу. Главную назначили. Естественно, анимацию тоже хочу добавить. Захожу в анимацию. Пускай это будет, вот так она выскакивает, снизу, но с задержкой. Сохранимся. Обновимся. Именно на странице 404. Да. И задержка на главную можно сделать поменьше. Пускай будет 300. Ну и соответственно страница очень узкая. Поэтому я добавлю интервал. Вот такой интервал. Высота. И пускай это будет вот в этом размере. Здесь будет высота 20. Дублирую. И этот блок помещу под главный. Вот так. И сохранюсь, чтобы страница была просто больше. Вот 404 на главную. Уже оформлена страница ошибки. Здесь, конечно, добавьте текст. Ошибка. Страница не найдена. Ошибка 404 обычно пишут. Под вот этим текстом еще. Я просто не стал заморачиваться. И на главную нажимаю. Все. На главную нас перебрасывает. Думаю, этой информации будет вам достаточно, чтобы вы смогли с этой или с подобными темами уже разбираться на основе блоков. Теперь давайте рассмотрим, что за плагин вот этого же разработчика. Бесплатный плагин. Который вот здесь нам предлагается установить. Мы нажимаем сейчас на эту кнопку Install. Пускай он установится. Чтобы его посмотреть. Итак, у меня это установилось. Переходим к плагину. Посмотрим. К нам установился вот такой вот плагин. Apple Blocks. Это плагин. Зачем он нам нужен? Если вы будете использовать тему Apple Blocks в дальнейшем, вам этот плагин будет не нужен. Он дублирует все эти опции, которые мы с вами рассмотрели. Которые расширяет Гутенберг. Так зачем он нужен? Вы зададите вопрос. А дело все в том, что вы, допустим, хотите иметь все эти опции дополнительные, которые мы с вами только что рассмотрели. Но использовать какую-то другую тему или ту же самую родную тему 2023. Но с этими же возможностями. Тогда вот разработчик классно сделал. Он дает нам эту возможность за счет плагина. Переходим в внешний вид темы. Активируем 2023. Нажимаем активировать. Вот она у нас активна. По идее, мы должны решаться вот этих возможностей, которые у нас есть в Apple Blocks. Но у нас есть плагин. И мы можем в этом убедиться. Тему мы активировали. Если я перейду сюда, обновлюсь. Здесь совсем другая страница. Перейдем на главную. То, что мы делали в бесплатном курсе. И теперь я могу просто перейти в редактирование, допустим, шаблона. Любого. То есть у нас же есть там главная. Вот главная страница. Переходим. Да, не везде, кстати, есть у нас эти настройки. Вот. Выделяем картинку. Или вот этот заголовок. Видите? У нас появляются все... Вот. Анимация работает. То есть все эффекты и даже те моменты с мобильной версией, где скрыть на компьютере, на декстопе или на мобилке. В общем, все настройки, которые мы с вами рассмотрели, у вас будут доступны именно в плагине. Если вы будете использовать другую тему. Либо 2023. Либо любую другую, которая поддерживает создание сайта на основе блоков. Именно специальную тему, которая поддерживает новшество WordPress Gutenberg. Если же все же вы остаетесь на Apple Blocks, в которой уже есть все необходимое, тогда вы плагин этот удаляете. Он вам здесь будет не нужен. Деактивировать и удалить. Ну, соответственно, тему я возвращаю эту. И чтобы не быть голословным, ради чего все это затевалось, если у нас есть там Elementor или другие конструкторы, чтобы показать вам легкость. То есть я показал вам бесплатность и гибкость. Ну, как гибкость относительно, да? Если мы не будем сравнивать с гигантами, типа Elementor. Но что мы получаем еще? Самое важное. Без каких-то телодвижений. Я не ставил, вы видели, никаких плагинов для оптимизации. У меня даже не установлен плагин кеширования сайта, который обязательно нужно ставить. Сейчас на чистую я прогнал этот демо-сайт через PageSpeed Insight от Google для проверки скорости сайта. И у нас уже колоссальный результат. На компьютере 97% производительность. Но это даже не важно уже сейчас. Главное именно мобильное устройство. Переходим в мобильное устройство 97%. И давайте разберем. То есть уже 97%. И вы видели, что сайт достаточно-таки длинный, с анимациями. Казалось бы, да? Но сайт суперлегкий. То есть не надо заморачиваться. Потому что это настоящий головняк, когда сайт сложный и большой. Чтобы прийти вот к таким результатам. И смотрите на мобилке. Посмотрим, что ведь результат может быть и выше, если мы еще применим меры. Я даже не говорю про плагин оптимизации. Какой-нибудь плагин типа GSH Optimizer или аналоги. Которые оптимизируют, сжимают, объединяют там CSS, HTML, JavaScript. Что еще можно сделать? Посмотрим на вот эти пункты. Самый красный и большой. Настройте подходящий размер изображений. Здесь как раз-таки, если вы пойдете путем уменьшения мобильной версии, как я показывал с тиграми. Убираем картинки, где они роль и веса не имеют. Так как это мобильное устройство. И можно картинки скрыть. Если вы такие блоки скроете, то уже вот этот показатель будет лучше. Следующее. Используйте современный формат изображения. Идет речь о формате, допустим, VP. И мы сразу видим, что он ругается на изображения, которые у нас идут в демо-контенте. Мы их видим. То есть я не стал заморачиваться. Видите, панда. Вот вам в сравнении вот здесь результат панда в формате VP. Он на нее и не ругается. Он ругается вот на эту картинку. Все демо-картинки вы замените на современный формат. Заранее их подготовьте, прогоните через какой-нибудь онлайн-конвертер в формате VP. И уже он не будет на это ругаться. И уже вам добавит вот сюда попугаев. То есть вот эти два момента даже исправить. И возможно даже 100 будет показывать результат. Да, еще зависит от хостинга. У меня хостинг Biget. Ссылка на хостинг будет в описании. Если вы используете какой-то некачественный хостинг, у вас отличаться может результат. И еще у вас может отличаться результат, если вы используете какие-то еще плагины. Вы видели, у меня плагинов-то и нет. Особо никаких здесь. Если сохранить легкость, ну то есть, допустим, поставить US SEO для SEO оптимизации сайта, поставить плагин кеширования, для простого сайта этого будет достаточно. Если мы посмотрим на другие параметры, которые не относятся к производительности, специальные возможности здесь тоже хорошо, рекомендации тоже хорошо, поисковая оптимизация не очень хорошо, но здесь у нас нет мета-описания. Но я не работал здесь над SEO оптимизацией сайта. Здесь US SEO плагин поставить и здесь уже будет тоже хорошо. Меня сейчас больше всего волнует эта производительность. Вот я вам показал наглядно, не обманул, что действительно использовать Гутенберг, и плюс еще и можем расширить Гутенберг возможностями, использовать другого разработчика, да, и увидеть вот такие хорошие результаты. Надеюсь, информация для вас была полезная и востребована. Поделитесь своим мнением, впечатлением в комментариях под этим видео. А я с вами не прощаюсь, и мы с вами скоро очень увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok